Историко-культурный центр располагается в одном из зданий архитектурного ансамбля на Советской площади, возведенного в 50-е годы 20-го столетия, когда рос и развивался молодой рабочий поселок Видное при Московском коксогазовом заводе, ставшем затем городом. Это самое главное, что мы храним то, что сделано нашими предками, то, что сделано руками людей, которые здесь строили этот город, любили этот город, и они с любовью все это делали. В здании, где сейчас располагается историко-культурный центр, была столовая для жителей, а вечерами ресторан. К концу 90-х годов руководством района было принято, на мой взгляд, единственное правильное решение, что из ресторана, который стоит на площади, который уже к тому времени, в лихие 90-е, возбуждал интересы разных группировок, значит, надо что-то сделать. Таким образом родилась идея историко-культурного центра, то есть не только музейная часть, но и некая культурная составляющая, которая нам позволила бы проводить литературно-музыкальные встречи, салоны, меняющиеся выставки. Но до воплощения этой идеи было еще далеко. Зданию требовался большой ремонт. Тем не менее, совместная работа сотрудников центра и краеведов уже началась. Работа была выделена небольшое помещение по адресу улицы Школьный, дом 43. И там совместно с нашими краеведами мы начали разрабатывать первые краеведческие маршруты, первые передвижные выставки. В краеведческую деятельность в то время включилась и телестудия «Видное ТВ». Само по себе телевидение, оно, как бы сказать, более эмоционально. И когда люди видели, что с ними рядом происходит, что это, это еще больше вызывало у них чувство патриотизма. С открытием отремонтированного здания сотрудники историко-культурного центра не ограничились только краеведческим направлением. Здесь стали проводиться разнообразные встречи, тематические мероприятия, концерты, выставки. В 2006 году торжественно открылись выставочные залы, первые экспозиции. И тогда у нас год проходило порядка пяти-шести выставок. Сейчас в этих залах у нас проходит год от восьми до десяти экспозиций. Интересно и знаменательно своими экспонатами и стационарная выставка, рассказывающая об истории Видновского края. Экспонаты, которые здесь представлены, документы, предметы быта, все это было принесено теми, кто живет вокруг нас. 20 лет для нашего учреждения – это только начало. И впереди нас ждет большая интересная работа, грандиозные планы для сохранения истории и традиций Ленинского района. Все намеченные направления в работе Историко-культурного центра сотрудники учреждения своим небольшим коллективом с успехом выполняют, о чем свидетельствует большая книга отзывов. Людмила Медведева, Николай Карбанов, Ольга Садовская, Видное ТВ.